В Твери состоялся показ фильмов цикла «Бессрока давности» в рамках кинофестиваля «Дорогами памяти и славы». За два года своего существования этот творческий проект, инициированный поисковым движением, побывал в Керчи, Феодосии, Волгограде, Калуге, Калининграде и других городах нашей Родины. Всего в планах показа четыре фильма, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Проект «Бессрока давности» призван сохранить историческую память о военных преступлениях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Передать историческую память о трагедии мирного населения СССР подрастающему поколению. Вовлечь ребят в изучение исторических фактов. Тверская, а тогда еще Калининская область также пострадала от бесчеловечных преступлений немецко-фашистских захватчиков. Во время боев и оккупации были разрушены более 300 населенных пунктов, включая Калинин, Старицу, Торжок. Свыше 17 тысяч красноармейцев умерли в лагерях для военнопленных. Почти 24 тысячи человек были угнаны на принудительные работы в Германию. История этих трагических событий, переплетенных людских судеб и невосполнимых потерь, отражается в документальном фильме «Бессрока давности. Разлученные войной». Документальное кино — это уникальный способ сохранения исторической памяти. И это означает, что ни одно поколение после нас может прикоснуться к этим острым сюжетам. На территории региона нацисты уничтожили более 40 тысяч мирных жителей. Лишь единицам удалось выжить и рассказать о тех страшных событиях, которые навсегда разлучили родных людей, оставив их без крова. И участники проекта «Бессрока давности» помогают потомкам узнать судьбу своих предков, о которой раньше они могли лишь гадать. Для людей это была огромная боль, огромная забота найти друг друга. Сделать это было чрезвычайно сложно, учитывая, что современных средств или коммуникаций тогда не было. И найти человека на одной пятой земной суше, которой являлся Советский Союз, создавал действительно огромные проблемы, как найти иголку в стоге сена. В ходе реализации проекта рассекречиваются архивные документы, проводятся полевые работы, просветительские акции и научно-практические конференции. Школьники и студенты принимают участие в реальных делах в качестве волонтеров и членов поискового движения, тем самым приобщаясь к восстановлению исторической памяти нашего народа. Наши солдаты защищали не только страну. Множество самых разных народов они спасли от угрозы уничтожения и заплатили за это спасение страшную цену. И нельзя забывать то, что было сделано ради того, чтобы мы могли жить.